Глава округа встретился с жителями микрорайона Люберце. На этот раз поговорили о проблемах экологии, работе полиции, а также нехватке парковочных мест и социальных объектов. А в главной теме, в вопросах транспортной доступности, помогал разобраться заместитель министра транспорта Московской области Андрей Середнев. Если вообще какой-то канал, чтобы вам выйти на Воробьёва, чтобы он там, министра Когана, пригласил к нам сюда, либо дали ответ, когда это на самом деле закончится. Когда закончится проблема вредных выбросов в атмосферу? Этим вопросом до сих пор задаются многие жители микрорайона Люберцы. Но пока, говорят представители власти, неприятный запах до конца исключить не получается. Всему виной географическое положение жилых комплексов. 600 метров с правой стороны это станции рации и примерно такое же расстояние до МСЗ-4 мусоросжигательного завода. К сожалению, мы напрямую не можем влиять на них, потому что это предприятие федерального уровня контроля. Однако проконтролировать вредные выбросы в атмосферу, вероятно, помогут мобильные станции мониторинга воздуха. Их предложили установить в микрорайонах, которые чаще всего жалуются на плохой запах. Кроме того, жителям жилых комплексов рекомендовали создать экологическую дружину. Также на встрече выяснилось, что не меньше люберчан волнует и нехватка парковочных мест. Эта тема решается только за счет газонов, другого нету, никто ничего не выдумал. Это нужно отработать, чтобы мы в летний период смогли приступить к обустройству парковочного пространства. Кроме того, жителям микрорайона неоднократно предлагали создать инициативную группу, которая поможет быстрее приступить к строительству многоуровневой парковки. А родители жилых комплексов интересуют еще и сроки сдачи социальных объектов. Открыли новые школы. Нет очередей в детских садах. Да, в Люберцах нет очередей, но в самолете они очень-очень большие. В этом году у нас в планах запустить до номер 3. Это август месяц 2018 года. На следующий год, и вы видите, мы ее уже строим. Это школа номер 3, май 2019 года. В свою очередь Владимир Ужицкий поручил застройщику жилого комплекса разместить на официальном сайте информацию о строительстве объектов. Однако самым насущным вопросом для жителей микрорайона по-прежнему остается транспортная доступность. Многие чиновники знакомы с этой ситуацией не понаслышке. Мы автобусы добавляем, и вот последние три месяца мы буквально с этим боремся очень серьезно. И переводчикам заставляем выпускать дополнительную машину. Добавили по разным маршрутам порядка 20 машин. Также много нареканий прозвучало в адрес управляющей компании, которая обслуживает жилые комплексы, и работы участкового пункта полиции. По словам Люберчан, график работы отделения не позволяет оперативно решать вопросы микрорайона. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.